а у нас снова премиальная линейка от фанагории и на этот раз еще более премиальная каждая такая бутылка стоит более 2000 рублей это так называемая линейка q на каждой бутылке нарисована буква q и вот если присмотреться вы увидите что дизайн у них немножко разный вот эти две у них как бы одинаковый дизайн и буква q вот такого размера относительно остальной надписи а вот тут буква q другого размера я долго искал с чем это может быть связано и кажется нашел это разные виноделы вот такие буквы q это роман ткачук а вот это вот это юрий узунов других поводов делать буквы q разными я не нашел и так насколько я помню первой вышла формула q это первая виноистой линейки кстати можно посмотреть что-то по розливу 16 11 11 11 нет ошибочка вышедшая почему-то мне казалось что формула q вышла 1 а уже потом появилась как из сакра название странная сакра странное название многие его коверкают меняют буквы местами получается непотребство но мы не будем этим заниматься но вот это точно новинка alta cortis и розлив 1506 23 если честно для столь дорогой бутылки выдержанной 24 месяца в дубе как-то мне кажется даже мы и рановато будем сейчас открывать всего пара месяцев прошла но открывать надо поэтому будем открывать и так альта cortis 20 год 24 месяца тут написано просто в дубовых бочках на сайте написано американские и французские дубовые бочки и в составе у нас значит сапирави и каберне совиньон но вот это вот альта cortis есть такой виноград каберне кортис и насколько я понимаю его нету в реестре и поэтому его нельзя писать на контр-этикетке тут на этикетке можно писать все что угодно наверное он тут есть составе до приходит голову такие мысли это сорт немецкой селекции насколько я помню сакра это сапирави и красностопы тут опять загадка на этикетке да вот плюсик потому что это еще и рубиновый магарача сапирави и красностопы почему-то он нарисован плюсиком и это 12 месяцев дубовых бочках каких непонятно на сайте тоже не написано в каких и формула q это вино разных годов тут каждый сорт разного года урожая ничего подобного еще не пробовал чтобы было каберне 17 года стопира и 18 года мерло 19 года и красностоп 20 вот ничего подобного я еще не пробовал это тоже 12 месяцев в дубе и давайте открывать я сначала думал про слепое сравнение этих вин а потом думаю а зачем цена примерно одинаковая фирма 1 давайте просто открывать и пробовать длинная премиальная пробка не брендированные из крошки но это пахнет фанагории это пахнет классной красной фанагории коричневенько тоже длиннючая пробка собственно такая же вижу что она посветает клея пахнет очень вкусно и это у нас будет оранжевый резинка как она булькает приятно точно такая же пробка самая темная самая пропитанная самая ванильная с чего начнем видимо зеленого ну тебя в руках форму формула q каберне 17 года собираю 18 мерло 19 красностоп 20 и снизу написано квинтэссенция цвет насыщенный с явной коричневинкой выдержанное дорогое вино аромат это красная классная фанагория я узнаю этот аромат вот просто вот так это фанагории очень богатый аромат сразу почему-то думаешь про винный погреб про галерею выдержки про бочки которые рядами стоят в подвале именно там такой аромат куча ягод это варенье это какие-то молочные тона это немного рассола типичного фанагорийского йогурт с черносливом и должны орехами слушай давай нам следующий понюхаем пока не будем пробовать следом у нас идет оранжевый это альта кортис 24 месяца ой 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 ухты а вот это не похоже на типичную фанагорию пахнет орехами тут пахнет поджаренными орехами вот вы достаете противень из духовки где только что поджарили грецкие орехи это даже наверное не только грецкие орехи это какая-то сдоба щедро до украшенная грецкими орехами щедро засыпанная как в икее были булочки с пеканами больше тут больше ореха щедрые булочки вау давайте колыхнем как интересно тут аромат идет в какую-то вишню в опять-таки сдоба да вот с этой самой вишней с лишним вареньем может быть сырым тестом пахнет да 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 яркие оттенки кожи грибов кожи грибов как будто я сказал кожа гриба да есть кожа там телятина свиная кожа есть кожа грибов кожи и грибов и даже есть что-то вот если в формуле это больше походило на рассол то вот это фанагорийская нотка да тут она присутствует скорее каким-то эвкалиптом замечательно замечательно очень интересный аромат необычный вот это обычный классный фанагорийский аромат а вот это необычный фанагорийский аромат розовый и это у нас сакро это ближе к первому варианту к формуле q тоже сразу узнается фанагория но подвала меньше гораздо до меньше подвала больше варенья больше варенья больше фруктов больше чернослива с этим самым йогуртом тоже есть орешки грецкий и фундук тут еще есть аромат красной смородины свежий она вот самая фруктовая из них это самое фруктовое но кисленький аромат тех как-то были ароматы более сладкий более варенье более варенье более какие-то кисленькие что а тут больше именно ягод больше в свежесть она идет с какого пробовать будем начинать слушай я как-то даже теряюсь может быть попробовать с кортиса вот он такой необычный давай с кортиса у него какой-то забила очень сложный аромат ну-ка еще раз да вот это вот поджаристость ореховая поджаристость не вареньевая хотя варенье тут тоже есть причем красная смородина кстати тоже ну и прям куча поджаренных орехов грецких пробуем классная кислотность вот я не ожидал такой кислотности от этих вин она насыщенная она довольно густое и при этом кислотность такая освежающая прям освежающая кислотность на фоне большого количества дров во вкусе 24 месяца все таки неожиданно встретить такую кислотность и это круто и это вкусно я даже сказала что дрова тут на послевкусие как-то приходят массово а во ожидала больше дров потому что это на горе до сначала вкус фруктовый кислотный ягодный а потом приходят вот какие-то орехи до бочка приходит орехами причем приходит сильно и послевкусие у тебя уже опять ореховая ягодно-ореховое послевкусие очень занятное вино неожиданная для фанагории необычная и интересная кого следующим будем формулу давай формула q но тот типичная фанагории я вспоминаю красностоп 18 года крыльермонт это тут красностоп 20 года вино подышало тут появились даже какие-то кофейные ноты к этой всей галереи выдержки к этим бочкам в подвале добавились кофейные ноты как будто бы на входе в галерею выдержки стоит кофейный автомат вы знаете как день в магазине проходишь мимо кофейного автомата вот этот вот аромат ах пробуем вот она типичная фанагории разбуди меня посреди ночи вручил этот бокал я понюхаю попробую скажу это фанагории менее кислотная чем альтокортис более сладенькая более танинная кислотность порядке но она конкретно ниже чем вот тут танины да они 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 пожалуй погрубее чем у альтокортис но они таки правильно грубые да правильно грубые танины похоже что это задумка винодела да вкусно пока что альтокортис мне понравился больше он меня удивил и понравился этой кислотностью своими орехами вот этой всей темой ты что скажешь я согласна альтокортис посложнее посложнее да и последний у нас идет сакра чем-то похоже да на формулу q но менее деревянная и более фруктовая тут кислотность выше чем у формулы и танины не столь не столь грубые более изящные танины кислотность выше но все-таки они похожи они вот и по аромату похожи и по вкусу они похожи это сакра более ягодная действительно более свежие за счет своей более яркой кислотности есть молочные тона да вот черносливовый йогурт тут тоже присутствует во всю я поставил его на второе место пока что мне больше нравится альтокортис потом сакра и на последнем месте формула q формула q тоже классная три достойных вина три замечательных вина но вот для меня они сейчас стоят примерно так я согласна то есть вот вообще не перечишь да пока не перечу понятно ну давайте-то опять альтокортис после этих его нюхаешь и он сразу удивляет вот этот аромат он сразу так вау арахисовая паста да да арахисовая паста правильно крекере да на таком вот масляном рассыпчатом крекере из этой троицы кто хочет удивиться кто хочет вот что-то необычное попробовать то есть вот эти два вина вас не удивят это просто классная фанагория вот ну они умеют делать хорошее дорогое нынче красное вино а вот это вино альтокортис у меня по крайней мере удивляет тут грецкий орех вот кто любит коньяк вы сейчас меня поймете в армянских коньяках такое встречается что грецкий орех он идет аж куда-то в резину куда-то вот стирательную резинку вот такой аромат и вот тут это есть а может не только в стирательную даже немножко покрышка тут есть очень интересно каждый раз его подносишь к носу и немножко разные впечатления вот сейчас появились покрышки я прям вспоминаю какой-нибудь веломагазин вот заходишь веломагазин там такой аромат есть вино раскрылась сладость стала прям яркая то есть кислотность была яркая классная а сейчас еще сладость добавилась огонь просто так лидер укрепляет свои позиции теперь формула сразу вот родные фонегорийские ароматы сразу бочки в подвале пирожки более тонинная она как бы вот немножко погрубее альтокортиса надеюсь я правильно склонил похоже на крюлермон удачный да это как бы такой вот классный крюлермонт лучшие представители лучшие представители крюлермонтов могли крюремонтов на крюли монтах сахра тут тоже орешки присутствует ну вот сакра да это второе место это формула q больше всего похоже на крюлермонт это такой крюлеромонт вот удачный крюлеромонт это она сахра это наверное все таки что-то чуть большее. Но в целом это тоже похоже на удачный крылер-монд. А вот Альта Кортис не похоже на крылер-монд. Короче, хотите классики? Ну, в плане фанагорийской классики. Вот эти два вина. Хотите удивиться? Что-то новое чувствуется. Что это? Какие-то бруснично-калиновые темы пошли. Да. И какие-то цветочные, что ли. С одной стороны бруснику-калину, а с другой стороны какие-то цветы странные. Да-да-да. В общем, что сказать? Три классных вина. Конечно, это уже полный отрыв от народа. Цены антинародные уже абсолютно. Две плюс. Но вот это вино Альта Кортис пожалуй, я порекомендую всем, да, кто готов все-таки там не знаю по какому-то поводу или вот что-то такое потратить такую сумму я рекомендую именно это вино. Оно вас удивит. Эти вина вас не удивят. Вы просто получите классное вино типичное фанагорийское. Вот это вино вас удивит по полной. Альта Кортис прямо удивил в приятном смысле этого. Нет. Неправильно удивил в приятном. Приятно удивил. Вот. Банально же говорится, блин. У меня от него уже язык заплетается. Каждый раз что-то новое, а? Угу. Просто переливается и переливается. Продолжение следует...